Как сохранить частичку вкусного лета для зимы? На этот вопрос точно знают ответ хранительницы очага, которые заранее подготовились к длинным зимним вечерам в семейном кругу. Варили, мариновали и закатывали урожай, поспевший на огородах. Татьяна Порошкина уже как 20 лет занимается заготовками на зиму. Такой талант в Татьяне помогла открыть ее родная сестра. Сестра, которая младше меня живет в Новороссийске, вот она говорит, Татьяну, попробуй, может у тебя получится. Ну, приехала домой. Конечно, первый год у меня постольку-поскольку, а потом опыт. Все-таки сейчас уже 20 лет прошло. Аджика, леча, овощная закуска, грибочки, маринованная свекла. Более ста банок уже заготовлено и ждет своего часа. Татьяна признается, магазинные закрутки с домашними заготовками не сравнятся. Тут не только техника своя, но и настроение должно быть. Банок надо очень много, это раз. Их же надо простерилизовать. Крышки тоже надо простерилизовать. Это такой объемный труд. И я уже как бы даже вот пошла в магазин, ага, увидела это, это. И себя я настраиваю для того, что это самое, я бы хотела закрутить. Я все разом не кручу. Сегодня, например, это самое, одно закрутила, тоже леча, например, огурцовая. Или это самое, закрутила просто болгарский перец, это самое. Каждому свой день. И так еще не просто день, а еще и надо, чтобы было настроение. Потому что так банки, если вот без настроения, и портятся, и взрываются. Это уже проверено. Заготовки на зиму – дело полезное. Еще на Руси крестьяне собирали ягод, грибы, травы и многое другое, чтобы переждать это холодное время года. Курятина – это птица, почиталась у крестьян, очень хорошо почиталась. Ее крестьянин заготавливал всегда на зиму, потому что куриный супчик лечил и стариков, и детей, и больных людей. А еще самым главным заготовком, самыми главными заготовками были – это заготовка капусты. Сергей, капустник, с этого дня начинали рубить капусту. И занимались этим всей семьей, всей большой семьей. Дети чистили морковь, старики ее нарезали. А самой капустой, как правило, занимались женщины и девушки. Однако не только на стол делали заготовки, но и для здоровья. Татьяна Аркадьевна, например, каждый год делает баночку здоровья для себя и своих родных. Два раза в год я делаю для себя и своей семьи такую баночку. Я ее называю баночкой здоровья. Туда входит, значит, по 50 грамм кураги, изюм, потом грецкий орех, мед, потом, что еще, этот, сироп шиповника. И все это я перемалываю, заливаю медом и сиропом, настаиваю три дня. И по десертной ложке каждое утро на голодный желудок запиваю теплой водой. Такой витаминизированный и вкусный состав укрепит иммунитет. Его необходимо пить в октябре и ноябре. Наталья Дуркина, Владислав Ткачев, Телеканал Север.